Смерть на Ниле Убийство в Восточном Экспрессе провалилось, но определенно, фильм был встречен довольно прохладно. Мне понравилось больше, чем основной массе зрителей. Но просто у меня склонность ко всяким таинственным убийствам. Я люблю все старомодное. Ребенком я часто смотрел такие шоу и передачи по BBC и BBC, и моя мама тоже их смотрела. Я помню, как брал на прокат кассету «Собака Баскервилли» и книги про Шерлока Холмса в библиотеке, где я постоянно торчал. И сейчас я никогда не пропускаю такие фильмы. Мне понравился «Достать ножи». Это новая оригинальная загадка убийства и новый оригинальный детектив. Жду вторую и третью части. Благодаря тому, что «Смерть на Ниле» вышла, я могу увидеть все, что мне нравится, и к чему большинство зрителей может быть равнодушно. Поэтому я люблю смотреть такие фильмы в кино, особенно, когда на экран выброшена куча денег продюсера Ридли Скотта. Очевидно, что они пытались снять старомодный фильм, напоминающий старый добрый Голливуд. И я думаю, что по большей части им это удалось. Это не так интересно, как первый фильм, хотя у них есть общее. То, что мне нравится – замкнутое пространство. В обеих историях подозреваемые оказываются заперты в движущемся транспорте, и они действительно никуда не могут деться. Как и в большинстве классических историй убийств, подозреваемым может быть каждый, и нельзя никого исключать. Тем более у каждого персонажа есть свой мотив. Кеннет Брана действительно очень и очень хорош в роли Эркюля Пуаро. Просто фантастика. На самом деле он потрясающе подходит для этой роли. Еще в фильме есть весьма удивительный эмоциональный опенинг, которого я правда не ожидал. Я подумал, я что, случайно переключил на Белфаст? Большинство актеров хороши, но с парой ролей немного перегнули палку. Но ничего страшного, на что бы я хотел обратить внимание или устроить из этого грандиозное шоу. Я думаю, что в основном актерская игра великолепна. Лучшая часть фильма – это режиссура. Брана снял великолепный фильм и правда проделал потрясающую работу с сеттингом. Есть пара моментов, когда зеленый экран был особенно заметен. В сцене, когда они смотрят на пирамиды. Но в основном фильм выглядит потрясающе и вызывает внутри меня чувство невероятной ностальгии по таким историям. Мы просто их не так часто видим. Я всегда буду чувствовать теплоту и покалывание, когда буду смотреть на хорошее таинственное убийство. Смерть на Ниле – это не шедевр. Он может показаться не таким хорошим, как убийство в Восточном Экспрессе, и поэтому фильм может вам не понравиться так, как мне. То, о чем я ранее говорил, про олд скул, про то, что это похоже на фильм, который редко выходит, про все эти классические элементы, тоже может сыграть отрицательную для восприятия фильма роль. Потому что вам может показаться, что это предсказуемо. Вы все это уже видели. И можете предугадать, что будет дальше. Конечно, такое можно сделать практически с каждым фильмом, особенно с большим бюджетом, но с такими жанровыми фильмами, как этот, у которого есть своя ниша и хорошая рекомендация старой культовой истории, будь это Шерлок Холмс или что-то из творчества Агаты Кристи. Трудно чувствовать, что ты смотришь что-то новое, но на самом деле суть этого фильма похожа в том, чтобы почувствовать, будто это роскошное старое голливудское кино, в котором есть красивые люди, невероятные наряды, платья и костюмы. Поездка по Нилу на очень дорогой лодке, в то время как мужчина с эпичными усами пытается выяснить, кто убийца. Именно то, что было в трейлере. Когда вы идете на этот фильм, то знаете, что в итоге получите, и это приносит удовольствие. Удивительно, я понял в чем дело, хотя даже не знал оригинальной истории. Я думаю, что с выстрелом слишком затянули. Я не буду спойлерить, но на одном кадре я подумал, ой, это можно было сделать еще пару кадров назад, не так ли? Они просто хотели, чтобы я это запомнил, и я думаю, что это было небольшое предательство. То, что они хотели, буквально вбить это в головы аудитории, не привлекая внимания. Я думаю, что все именно так и было, к гадалке не ходи. Но я все равно наслаждался фильмом, и меня ждали сюрпризы, были вещи, которых я не ожидал. Произошла некая эскалация, которая застала меня врасплох, и я не могу не любить этого персонажа, сыгранного Браной. Он интересный и забавный, любит десерты и случайные неуместные замечания, из которых видно, что он подозревает всех и каждого. И это факт, что мне хотелось бы, чтобы таких фильмов было больше, а не просто детективов про убийства, а чтобы с таким же бюджетом, таким же актерским составом. Не обязательно, чтобы центральный персонаж был супергероем. Да, технически у него есть некие способности, на которых строится его образ, но это не одно и то же. Деньги, которые тратятся на что-то подобное, и самому видеть эти деньги в руках такого режиссера, как Брана, который снимал такие фильмы, как Тор, а еще Белфаст и так далее. Мне просто нравится, что кто-то вроде него еще трудится в голливудской системе и пытается сделать что-то, что интересно большой аудитории, и в то же время довольно уважительно относясь к этой аудитории. Так что посмотрите «Смерть на Ниле», если вы этого еще не сделали. Это будет приятный поход в кино. Ребята, как всегда, спасибо за внимание. Новые видео уже скоро, и если вам понравилось, то жмите прямо сюда и смотрите во все глаза. Редактор субтитров А.Семкин